Эй-хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, и мы продолжаем проходить To The Moon. В прошлый раз мы убили посредством нашей помощницы всех жителей этого киношка, и теперь мы возвращаемся назад и находим последнюю воспоминашку. А где главная? Вот она, псидак. Естественно, это он. Давайте его сломаем. Они сидят и теперь совсем рядом смотрят киношку, да представляешь? А то они сидели как дурачки в разных сторонах зала и пытались друг друга найти, но не видели. Точнее, Джон ее не видел, а Ривер его видела. Сучкой даже не подошла. Ну хорошо, давайте. Оп-оп-оп. Дальше чего? Оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага. И последний. Сегодня все идеально у нас получилось. Замечательно. Ну. А. Поехали. Поехали еще дальше. А знаешь, этот вот конос меня угнетает. Не то чтобы слишком, но все же. Действительно. Псидак уже просто достал. Он везде. Он постоянно. Он кругом. Ой, школа. Совсем уже детство. Детство прям глобальное детство. Ну. Опа. А вот наши друзья. А. Давай, чувак, не очкуй. Эээ. Эээ. А. Это не... Слышь, это была плохая идея. Да не сычь такого-то. Да мало ли. Но худший сценарий она скажет нет. Ну и уйдешь бодрячком. Никто ничего не видел, ты снова крут. А. А если расскажет кому. Или нарет на меня. Да че ты как тряпка. Или скажет да, а на самом деле нет. Блин, да ты успокойся. Кому такое в голову взбредет. А если запустят в меня энциклопедии? У меня даже шлема нет. Господи, я совсем не готов. Чувак. Не паникуй. Давай, выпрямь и спиду и будь тряпкой. Да, правильно. Хе-хе-хе. Сова тиштяк, развернись. Ладно. Ладно. Э-э, ты че? Тссс. Ах, начинается любовь. Ага, на этом он вставил. Привет. Э-э, как... Привет. Ты меня слышишь? Та. А, че тогда не... Не, ничего. Ай, клевый у тебя утконос. А что читаешь? Книгу. А, про утконосов? Нет. А, я это думаю, это так классно. Ёп твою мать, он фейспам нахуй нашего ученого. Эй, ты хочешь маяки? Че? На всю страну осталось всего шестнадцать маяков с линзами Френеля второго порядка. Девять из них береговые, один переделал из старого маяка с красивой лампой. Че она несет вообще? А, о, так ты об этом читаешь. Че, блядь, за молчанка-то, эй, женщина? Эм, скажи, не хочешь как-нибудь сходить со мной в кино? Не знаю. А, ничего, я дам тебе время подумать. Я не могу. Почему? Ты не назвал ни день, ни время. А, ну, скажем, в субботу восемь. Ну, не ломайся, че ты, давай, ну, соглашайся. И? Ну? А, Ева, кажется, система завис. Да. Ох, здорово. А, проехали. Так, обсудим детали попозже. Ты вообще, блядь, можешь разговаривать? Женщина, нет? Эм, ну, я только, как бы, это, там, совсем чуть-чуть. Ну, да, это, как бы. Что? Ты-то, че на меня уставилась? Думаешь, я сейчас начну рассусоливать, как адски тупо это было? Пацан, 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 пацан. Забудь, не буду идти у тебя на поводу. Не ругай его так, он еще просто ребенок. Относись к людям по-человечески. Это ты к чему сейчас вообще, я не понял? Заткнись и пошли. Меня зовут, не заткнись, если что. Ох ты, сучка, опять она меня выбешивает, уже просто прям полнейшая. Ну, как бы, плюшевый тканус. Ну, полагаю, если взглянуть на него под правильным углом... Нет, не то, проехали. Хорошо. Дальше. Другали. Какого хрена ты там делал, чувак? Что? Я пригласил ее. Нет, это выглядело жалко. На твоем месте я бы просто завалился туда и такой, типа... Слышь ты! Пошли там ты и я сейчас же! Просто ужас. Знаю, но все равно было бы лучше, чем то, что ты только что сделал. Нихуя ты брутально. Слышь ты там, давай быстренько нахуй со мной. Вот это по-мужски, серьезно. А, видишь, не только я людей затыкаю. И вдруг я почувствовал себя любимым. Окей, пошли дальше. Опа, художественный класс. Замечательно, здравствуйте, детки. А Ленардо да Винчи набивал руку, рисуя яйца. А бочки это как-то... Это как очень большие яйца. Так что вы все станете очень большими да Винчи. Против этого не попрешь, ребятки. О, господи, поверить не могу, что ты привел меня на этот долбанный урок. Да ладно, прикольно же. Только если рисовать умеешь. Научишься, если будешь практиковаться. По-любому после этого урока никогда больше кисть в руки не возьму. Почему? Плохо рисуешь? Нафига мы эти долбанные бочки рисуем? И все? Да все воспоминашки на сегодня в этом классе? Замечательно. Так, у нас тут выход есть куда-то, хорошо. А здесь у нас что, вход куда-то есть? Закрыто. Кафетерий какой-то был закрыт. Хорошо. Опа, химическая лаборатория. Здесь вся какая-то веселуха. Тем больше вон наши друганы сидят. О чем-то трещат. А, цсс, сюда идет. Альтап, альтап, альтап. Ха-ха-ха, сидят парнушку, смотрят суки. Получена заметка альтап. Комбинация клавиш, переключающая текущее окно, правильно? Альтап, наш спаситель. Ха-ха-ха. Против этого не попрешь. Сами такими хуйней занимались. Альтап, альтап, альтап. Правда, там всем было глубоко похеру на то, что... А, кто-нибудь? А вообще никто? Хорошо. Ривер, почему бы тебе не ответить? Опа, спалилась женщина. Я уверен, что ты знаешь ответ. Мы ждем, Ривер. Хорошо, похоже, нам придется. Он отправился в плавный 3 августа 1642 года из испанского города Палас де Лафантрера, который был основан в 1322-ом и пожалован Альвару Пересу де Гусмана, которому было всего 14 лет на момент. Хорошо, хорошо, я всего лишь спросил дату. Но, видите, это же было нетрудно. Опа, хорош. Красавчик. Господи боже, у всех людей с таким диагнозом фотографическая память. Не совсем. Скорее всего, у них сильно развита способность к зазубриванию. Окей. Че, здесь все? Как бы... Это единственное, что мы могли здесь получить. Походу, да. Отправляемся дальше. Опа. Выходим. Ага. Все свободны. Вам, болванам, лучше быть лучше в следующий раз. Спорт-зал. Как-нибудь она нам поможет. Блять. Как-нибудь она нам может понадобиться. А, поверить не могу. У него извилины такие же прямые, как здесь же разметка. В смысле? У тебя что ли? Фу! Смотри, на одном матрасе отжимаются. Фу! Ладно, ты выиграл. Зашибись! Опа. Наш Джон-то был слабочком, оказывается. Вот оно что. Ептыш, Джон, Джон, как так-то? Зачем ты вообще стал спорить с ним? Рояль. И все? Швабра? Швабра нет? Сегодня швабра с нами не будет взаимодействовать никак? Не хочет, ты представляешь? Ну, хорошо, пойдем назад. Судя по всему, Джон был не очень хорошим спортсменом. Опа-опа, они вот бегут, побежали за ними. Ой, кафетры открыли, заебца. Где? Вот она. Отлично. Нашлась. Да, она уникальная. Ну, уникально скучная. В смысле, ты только посмотри на нее. Нормальная девочка, хорошая, культурная, скромная. Молодец. Сидит одна целыми днями за этой жуткой косорылой уткой. Это не косорылый утка, это утконос. Че за утконос? Хорош чушь нести. Короче, она какая-то не отсюда, понимаешь? Как будто она с другой планеты или что-то типа того. Я знаю, это ли не круто. Хе, ну, если ты придешь по пришельцам, прешься ты всему такому, то, в принципе, да. Не, ну, правда, если хочешь позагоняться, может проще пойти тусоваться с эмоиготами. Ну, во-первых, не хочу делать дебильную прическу. Сам факт, что у нас есть для них название, говорит о многом. Понимаешь, Ник, я просто... Я просто не хочу быть очередным обычным парнем в море обычных людей. Но каким боком общение с ней изменит тебя? В смысле, ты останешься тем же парнем, просто зависающим с робкой девочкой. Она не просто робкая, Ник. В ней есть что-то странное. Странное не всегда значит хорошее, сечешь? Ты хоть знаешь, хочет ли она вообще с тобой быть особенной, вот этой быть... Может, она хочет просто быть как все? А раз так, тянуть ее в другом направлении не имеет смысла, так? Слышь, Ник, суть-то в том, что я знаю, что мне нужно. А она может это мне дать. Так она тебе интересна из-за того, что она тебе может дать, а не сама по себе? Неправильную интонацию выбрал в словах. Это жестоко, чувак. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я знаю. Молодец. А и все-таки, я думаю, ты не прав. Люди не настолько похожи, в каждом есть что-то уникальное. Говоришь, как моя бабушка. Окей, поехали. А, стой. Так этот парень, типа, долбанный хипстер? Это, типа, ну, настораживает. Знаешь, иногда мне хочется отвесить нашим клиентам под затыльник. А, это же школа. Тут одни ублюдки. Охуеть. Ну, эй, добро пожаловать в клуб. В какой клуб? Стоп. Так вот о чем он тебе говорил. Он ей говорил на утесе. О чем он ей там говорил на утесе? Думаю, да. Потом она свихнулась и стала клепать этих жутких роликов, так? Потому что он признался в этом, черт знает, сколько лет спустя. Думаю, у нее хорошо получается сдерживать недовольство. А, он ей, типа, признался в том, что он подошел к ней именно из-за того, что она какая-то странная. Ууу. Нихуя себе поворот. Все не так. Мы что-то упускаем. Ну, так неси шляпу, Шерлок. Давай, что-то точно уходит у нас из-под носа. Рюкзак. Опа. Главный. Окей, нашли главного. Осталась одна воспоминажка где-то. Только где вот? Хер ее знает. Так, сюда не хочет никак пройти он. А, вон на него посмотреть можно, окей. А, завидую им. Этот парень будет помогать ему переносить рояль, когда они уже посидеют. Хотел бы я так же общаться со своими друзьями детства. И все, что ли? Нормально. А, вот еще. Опа. Отбросив причины и намерения, довольно поразительно, что они встретились в школе. Много ли сегодня таких, кто там провстречается больше месяца? Не знаю, как у тебя, но у меня все было довольно гладко. Правда? Ну, довольно гладко все от меня уплыло. Теперь похоже на правду. Ох ты ж, блядь. Полюшивый утконос. А, меня прям нравится. Каждый раз, когда мы его видим, гарантированно получаем халявное звено. Должно быть, он отпечатал себе в мозгу не меньше, чем в моем. Действительно. А теперь пойдем взорвать. Взорвать рюкзак, так сказать. Ну да, утконос это вообще постоянно халявное звено. Нам очень прет на него. Опа. Может лучше я? Не, не надо, я сам. А че, у него хуже получается, что че ты лезешь постоянно, не свое дело. КАК МИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Какой хобби-хобби кота-то? Я не понял, ни черта. Ше... У, блядь, шесть, нихуя себе. Это будет сложно. Судя по всему. Ой, как тут все, блядь, ничего непонятно вообще, прям ни грамушки. Оооо. Ебаный же свет, я запутался уже, все. Край. А, не, распутался, нормально. Все, отлично. Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. И последнее. Красавчик! Всего лишь четырнадцать попыток. Из шести. Почему нет? Опа. Активировать. Так, мы сейчас вообще уже, походу, в садик какой-то попадем. В детский. Где он был совсем маленьким. Ну, или домой. Вон, действительно, мячик футбольный, я вижу. Нет, еще он совсем не малолеточка, он еще школьник. Это хорошо. Сейчас к маманьке будет приставать, скажет, Мамка, дай пожрать! Джон Голден, Джон хочет жрать. Я в школу, мам! Хорошего дня, Джоуи! Ой, малыш, как ты быстро растешь! Дети так быстро растут, что просто пиздец. Не успеваешь оглянуться, а он уже за гаражами с мужиками пиво пьет. Козел. А это она не говорила. Блин, а если бы он был девочкой? Она все равно бы называла его дедушкиным именем. Ну, это не настолько плохо, а кончать же все равно на уи. Джоуи, Джои, Джуили. Миленько. Если так миленько, так иди женись на нем. Ох ты, ревнуешь! О да, сильно ревную. Окей. Ревнующая скотина. Тут у нас что? Это, так я понимаю, его комнатка. А разные книги с нечеткими названиями. Отличная зацепка. Просто замечательно. Разные книги с нечеткими названиями. Это момент воспоминания. То есть нам повествуют о том, что Джон в детстве нихуя не запомнил то, что он прочитал. Потому что названия были весьма нечеткими. О, оливки. О, блин! Только не это! Банка маринованных огур... А, это огурцы. Срань, господи! Это просто вынос мозг! А, чувак, нет, это прохождение. Вынос мозга, блядь. Почетным дням. Какой ты впечатлительный! Хорош, красавчик. Дальше что? Опа! Вот что такое? Диван. Хорош. А, типа залезть на диван, и это воспоминания какая-то. Неплохо. Опа. И мячик. А, мячик это главное. Окей. Где последняя? Воу-воу-воу, Джон, ты куда ушел-то? Верни воспоминания у меня одну. Так, ну это можно застрелить сразу, в принципе. А последней воспоминания у нас не хватает. Может быть она там, куда ушел Джон? Нет, нас сюда не пускают. А, вот, часы. Ну, если честно, тихо, не часов. И правда раздражает. Вот, замечательно. Разбивашки у нас в сборе. Та-ра-ра-дам. Подготовить. Шесть. Ёбаный врод, это очень много. Опа. 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 Ба-ня. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. А, ну, в принципе, я уже понял. Окей. Ну, чутка побольше, но все же все понятно. Футбольный старый мячик в духе старых мячей, таких черно-белых стандартных. Ух, помню, такими играли мы в детстве. Веселая была пора. Выйдешь, помню, во двор, как начнешь футбол играть. Целыми днями футбол играли. Постоянно, блядь. Любое прямоугольное изображение сразу автоматом обзначало ворота. Че хошь, то и делай. По-любому это были ворота. Забор, я не знаю, там, выбивалка, все, были ворота. Ух, опять воняет дохлой белкой. Где мы? Ева? Ёпте. Что это за херня? Че это? Че с херня-то на туре? Ева, следующие воспоминания. Ага, но почему оно над нами как лапу-то висит? Я не знаю, воспоминания не собираются в целостную картину. Он еще маленький, наверное, не помню ни хера. Должно быть неполадки в видеодрайвере. Опять? Я думал, с последним патчем он проработает без боев хотя бы полгода. Но и идиоты в тех отделе сидят, поверить не могу. Слушай, не огорчайся, мы ведь уже сохранили его юность. Еще есть возможность все сделать. В смысле, что сделать? Ладно, но я ему об этом говорить не буду. Пока все получается, ему и не нужно знать. Что происходит? Мне пора играть? Все, кажется, приехали. Мы здесь ничего не сможем сделать. Готовы к финализации? Ну, дамы вперед. До свидания. Куда она пропала? Она оставила мне одного, сучка. Зачем я так сказал? Я же сам хотел первой выйти. Ну, потому что она дама. Ну, что ты? У тебя, по-любому, к ней что-то есть, как бы, да. Но они так мило общаются и так мило подъявывают друг друга. Я на том, что это большее, чем просто работа. Второй акт. Миллиарды маяков, стоящих на другом конце неба. А сколько тут всего актов? Интересно. Интересно бы знать. Ух ты ж, епты ж. Мы вернулись. Не стоит их беспокоить, говорит доктор. Разбудить вряд ли получится, но концентрации лучше не мешать. Что это? Это же должна была быть финализация. А вот и она. Это все, что я старый дурак знаю? Извините, но больше ничем не могу помочь. Значит, будем работать с тем, что есть. Все, что остается делать, это передать запрошенные вами желания отправиться на луну в ваши ранние воспоминания. Потом мы нажмем на кнопочку и вуаля! Вы тут же окажетесь на луне. Я хочу спросить. Если вы заставили Лили исчезнуть, значит вы можете изменять этот мир? Тогда не проще ли сделать это еще раз и исполнить мое желание здесь и сейчас? Это бы сработало, если бы мы сейчас находились в ваших настоящих воспоминаниях. То есть, где тогда мы находимся и кто я такой? Это лишь копия, холст, на котором мы работаем, если позволите. Что касается вас, вы просто алгоритм, отображающий Джонни. Достаточно сложный, чтобы сделать похожим, но далеко не полный. Все, что мы можем сделать, это заполнить данный холст логически непротиворечивым содержанием. А далее, после того, как мы перенесем ваше желание в ваше детство, машина создаст вашу новую жизнь, такую, где ваше желание направит ваши поступки. Полученный результат будет записан на настоящего Джона. Как все сложно здесь, ты посмотри. Так что, видите, даже если мы удовлетворим вас, вы не больше, чем программа с атрибутом только для чтения. Я про то, что мы можем перезагружать вас снова и снова, и все равно... Достаточно! Ах, а не будь такой впечатлительный, он не настоящий, сама знаешь. Если ты в это действительно веришь, зачем тогда вообще пытаешься объяснить? Я просто хочу, чтобы дело пошло быстрее. Пошли! Пошли! Доктор! Говорит мне Джон. Так значит, вот кто я на самом деле такой. В смысле? Кто ты? Ты... Голограмма, ты никто, Джон. Настоящий Джон помирает в постели. Ему осталось там раз-два и все. Ууу, какое-то сложное испытание. Ах, вся работа за ночь! Ууу, это нам показывает, что было, какие воспоминания мы собирали, все ключевые и прочую херню, что ли? Неплохо, так неплохо. Опа! А, смотри, потертая последняя, не хватило нам что-то. Вот у нас тело пропало, нормально. Какого? Ты хоть предупреждай. Ну, а что я могу сказать? Мне нравится быть головой. Скажи я, что это игра слов. Ты бы точно подтвердил. Давай разберемся тут по-быстрому. Я в этом виде чувствую себя так же глупо, как глуп сам вид. Все, что нужно сделать, это транслировать его желание от поздней памяти к ранней. Ну, окей. С этим мы с вами разберемся в следующей серии, ребятушки. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на твиттер, на паблик. И всем до встречи в следующей серии, я так думаю, она будет последней. Поэтому, ребятушки, все. Всем пока. Я не слышал. Повторите еще раз. Блять, походу игра какая-то очень страшная будет. Это просто за яйца, если честно. Давно не был таким, чтобы в самом начале была полнейшая наркомания, еще и немножечко страшная, с такими ублюдскими некрасивыми...